В нашей студии выходит казахстанский предприниматель, политик Мухтар Аблязов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело бывшего министра экономики, который убил свою жену, вышло за пределы Казахстана, по медийному, по крайней мере, такому резонансу. Следите ли вы за этой историей, за этим судопроизводством? Я прям каждый день детально не смотрю. На отдельные вырезки, которые появляются в сети, безусловно, я вижу. Но, скажем, понятно, что это видимость суда. В Казахстане таких событий, когда из-за насилия погибают женщины, их огромное количество. И это просто, скажем, шоу, которое устраивает наша власть, изображая справедливое судопроизводство. А в связи с тем, что у нас так называемое постсоветское пространство, скажем, люди друг от друга недалеко ушли по сознанию, мышлению, они смотрят это как реалити-шоу и не очень понимают, что это не является судебным процессом. Вот в этом трагедии, к сожалению. Поэтому большое количество людей смотрит, миллионы, из разных стран. Я вижу там и Россию, и Молдавию, и там, я не знаю, там разные регионы всего мира. Ну, понятно, русскоговорящие. Вот. И сочувствуют, и выражают справедливый гнев, и все прочее. Но в основе это фальшивое судопроизводство. И в связи с тем, что основные смотрящие, они не очень хорошо понимают, как вообще работает судопроизводство и как должно работать. Они, конечно, там попадают в плен, скажем, о какой-то суд открытый, все честно, рассказывают какие-то истории, там, две стороны. Это просто фильм. Фильм, потому что в реальном судопроизводстве так никогда не проходит. Судья, скажем, заслушивает каких-то ясновидящих, которые крутят таро-карты и так далее. Это просто позорное шоу, я считаю, а не судопроизводство. Ну вот как раз этот резонанс, судя по тем экспертным оценкам, которые я уже успел увидеть, скажем, обострен тем, что там бывший министр экономики, то есть представитель политической элиты. Насколько это важный фактор? И есть ли в связи с этим в данном судопроизводстве какой-то такой политический подтекст? Как вы думаете? Политический подтекст есть. Дело в том, что нынешний президент страны после массовых расстрелов в январе 2022 года заявил о строительстве некого нового Казахстана. И вот наши люди, а он уже больше пяти лет президент, до этого они ждали три года, что вот-вот сейчас вот будут изменения, потом, значит, себя же оправдывали, говорили, да ему, блин, вот этот старик, который сидит в соседней библиотеке не даёт. А тут события произошли, теперь вот всё, новый Казахстан. Он объявил о новом Казахстане. Новый Казахстан наш народ не дождался. И тут на тебе подарок, судебный процесс, которым участвовал бывший министр, который до этого был ранее осужден, по-моему, лет на десять. Но тут же ещё и интересная ситуация. Проходили суды в закрытом режиме над главой спецслужб, бывшим премьер-министром, особо близким, доверенным человеком Назарбаева. Это Карим Масимов. И там все его заместители, председатель комитета национальной безопасности, кроме племянника, ну, султана Назарбаева. То есть так же не бывает. Все спецслужбы, главы спецслужб задержаны и обвинены в попытке госпереворота, а его племянник нет. И делается закрытый суд. Вот вам, пожалуйста, где справедливость. Или вот год назад, даже больше полугода назад, осудили известного человека, многократного, рекордсмена рекордов Гиннеса. Провели закрытый суд, обвинили, что он действовал против нынешней власти, какие-то антиконституционные действия, закрытый суд. А он требовал провести открытый суд, голодовку объявил. Это человек, который, легенда, пробежал кучу пустынь в мире. Провели закрытый суд. И то есть власти, когда надо, когда это, скажем, явно несправедливость, они всегда проводят закрытые суды. А это очевидная вещь в кабинете у президента Назарбаева. Заранее был сформирован приговор. Вот люди наши как говорят, будет справедливый суд или нет? Что значит справедливый суд? Да, пожизненный срок или нет. Но они забывают, что этот человек, 10 лет уже ему давали срок, а он как-то время посетил и вышел. И у нас, скажем, очевидно, что такого рода люди, они просто посетят немного, ну пусть пару лет, потом вынесут заключение, что он уже умирает, и отправляет его куда-нибудь в любимое место, типа Дубая. И он там умирает, всю оставшую свою жизнь. А, к сожалению, люди наивные. Притом во всем мире. Я просто буду говорить, что именно постсоветское мышление, люди не очень хорошо понимают, что такое диктаторская система, что такое демократическая страна. В диктаторской системе не бывает справедливого судопроизводства. И не будет никогда. Это шоу. Все решения принимают не судьи, а один человек. А в связи с тем, что все, это первый прецедент, когда открытые такие суды делаются, это известно в Америке, такие процессы проходят. Это делается для чего? Чтобы создать видимость справедливого Казахстана, во-первых. Во-вторых, решается другая задача. У нас в Казахстане тотальное затопление половины регионов страны. Больше 100 тысяч человек только по официальным данным подверглись эвакуации. Заданули их дома, квартиры, гибли животные и гибли люди и тому подобное. И у нас там даже вот такие, знаете, мемы. Человек сидит почти под водой и слушает этот судебный процесс. То есть из людей делает дураков. Вот поэтому у меня такое прямое отношение к этому. Ну представьте себе, что такое уголовный процесс. Это когда человек совершил убийство, судья должен спрашивать чётко, при каких событиях, как били, чем били и так далее. А подсудимый рассказывает, она мне изменяла в той жизни, когда мы не были вместе. Она вот ругалась, материлась, она пила. Вот я вот не выдержал, она меня вот так морально давила, и я её, ну как бы по неосторожности убил. И люди слушают, с кем кто спал, кто сколько выпил. Есть надевидящий адвокат спрашивает, а почему вы тарогадальщик, а почему вы сразу сказали, что она не умерла, не разложили карты в соответствии с профессиональной деятельностью. Представляете, это какой маразм. То есть человек убил. Судья должен говорить, истязал раньше, нет, при каких обстоятельствах, кто с кем спал, какая-то тарогадальщица, всё в сторону. Вот как проходит нормальное судопроизводство. Всё, что не относится к самому судопроизводству, к самому убийству, отбрасывается в сторону. Тут устроили шоу, и миллион людей наблюдали, и они даже сейчас не сознают, что вообще позорный, это позорный суд. Мать ещё говорит, он не рассчитал силу удара, она над ним издевалась. Понимаете, это же какое должно быть общество, а у нас общество, к сожалению, архаичное, где, я не случайно говорю, что такие события, как убийство женщин, происходит регулярно, насилие. Почему? Потому что это политическая система, она предполагает подавление прав и свобод человека, и предполагает насилие. А раз политическая система такая, то и люди такие, они её носители, носители этой политической системы. Поэтому здесь люди наши все, и не только в нашем Казахстане, и в других странах, должны осознавать, это позорный политический процесс, некий фейк создания и справедливости судопроизводства. Нет никакой справедливости судопроизводства, и не будет. А есть ли в структуре власти в Казахстане люди ответственны за это? Ну, опять, мы много говорим о российском, например, сегменте политики. Там есть администрация президента, в администрации президента есть ответственность за вносную политику, его зовут Сергей Кириенко, и многие процессы он непосредственно курирует, а потом уже докладывает Владимиру Путину. Как это устроено в Казахстане, и учитывая резонанс этого суда, и политическую составляющую, есть ли люди, которые это все разрабатывают, осуществляют и обеспечивают, в том числе, вот это медийное наполнение, потому что понятно, что эта история действительно резонирует и направляется очень грамотно с медийной точки зрения. То, что представляет, скажем, глобальный именно в рамках страны интерес, все регулирует лично тот, кто обладает единственной властью, как в России, так и в Казахстане. Единственной властью обладает в России Путин, в Казахстане Тукаев, но с определенной оговоркой. То есть я как-то два года назад говорил, когда события в январе произошли, расстрел людей и так далее, я четко говорил, что Тукаев под Путиным, то есть хозяин Казахстана Путин. Сейчас, отодвинув этот фактор, потому что в масштабах России это мелкий фактор, именно над этой ситуацией работает лично Тукаев. Ему, конечно, докладывают ситуацию и заранее раскладывают ситуацию, говорят, как нужно наказать, чтобы люди поверили в справедливость, установка дается, затем, конечно же, сразу берется группа блогеров, выбирается судья, который эту роль может исполнить, представители прокуратуры. А прокуратура, как известно, должна следить за законностью. И в первую очередь прокуратура должна была возбудить дела против самого президента, который дал незаконный приказ расстрелять по мирным людям. Поэтому наши люди там проливают слезы. Там одну женщину молодую поставили, она так дерзко ведет, обвиняет. И все говорят, о, какая она героиня. Вот как у нас снайпер была, Алия Молдовулова во Второй мировой войне, сравнивает с ней. А это человек, любой прокурор в нашей системе, это, ну, те, кто совершает, как раньше их называли, топор, топором рубили, это палачи режима. Это палачи режима. Поэтому все здесь роли расписаны. Сверху дается команда лично от президента, и вся машина начинает работать. Верховный суд транслирует, там 300 тысяч человек сидит. Главные каналы подконтрольной властью тоже по 200-300 тысяч. Это шоу. Шоу, потом смешные такие вещи происходят, тоже регулируется. Когда этот судебный процесс начинает с точки зрения пиара уходить в другую сторону, то, например, судья заявила, журналисты должны выйти из помещения суда, потому что они показали лицо одного судья присяжных. Это называется открытый процесс. Наш судья является членом этого судебного процесса, вместе с присяжным и принимает окончательное решение. Тут, оказывается, кто-то показал лицо присяжного и журналистов, между прочим, провластных. Выводят из зала суда. Что за шоу? Это, значит, получается, лицо другого суди, который ведет процесс, главное, ее можно показывать, а это какие-то тайные жрецы с масками принимают какие-то решения, и народ их не должен видеть в лицо, потому что будет таким образом оказано влияние на судебный процесс. Представляете, какой позор? Поэтому весь этот позор расписывается сверху донизу, сопровождается всеми власти. Пиар, люди, заявления и так далее приглашаются российские, так называемые, блогеры, кандидаты в президенты типа Ксении Собчак. Все это раскручивается только для того, чтобы создать видимость справедливого Казахстана. Понимаете? Это и для Запада. И выходит такая, говорит, ООН нам тут сказал, что мы сделали важный шаг, приняли закон против насилия. У нас таких законов куча. Это ничего не добавит. Вот Госдепартамент США нас как бы поздравил, что у нас мы идем на пути к демократии. Вот таким образом идет тотальный обман граждан нашей страны и вообще всех, кто каким-то образом предполагает, что в Казахстане будут какие-то изменения. Нет. При таком власти при этом режиме не будет. Но при этом сам процесс ведь очень важен с точки зрения недопустимости домашнего насилия, тем более убийства. И вот эта история, которая вызывает большой интерес, показывает, насколько страшными могут быть как раз все такие события, которые происходят в домах, то есть в квартирах, когда домашнее насилие становится частью общества. И может быть в этом есть польза, что такой резонанс у этого суда, потому что люди увидят еще раз, может быть, на этом будет акцентировано внимание, что это недопустимо, что так нельзя. Даже через какую-то шокирующую информацию стоит понятно, насколько это страшно. Вы не согласны, что у этого суда есть и положительная сторона, именно у резонанса этой истории? Я считаю, что это больше положительное. Почему? Вот такого рода убийства у нас происходят сплошь и рядом каждый день. Пока шел процесс, там один мужчина, скажем, избил свою жену под камерой, что называется, ему дали 25 суток. И норм закона, которые бы его наказали на более существенный срок и сейчас достаточно до принятия этого закона. Вопрос в другом. Вот мы сейчас с вами обсуждаем и я просто говорю, что это позорный судебный процесс, никакого права судей не будет. И аргументирую. И аргументирую, как должен вообще сам процесс судебный происходить. Все, что если видишь и так далее, отбрасывается в сторону. И в этом смысле польза о том, что люди начинают понимать, что такое судебное производство, как это работает, что судья, никакой это не судья, а исполняет команду сверху. То есть люди политически самообразовываются. И в этом смысле я считаю, большая польза есть. И это будет удар по режиму, потому что мы сейчас будем задавать вопросы. Хорошо, вы делаете такие открытые процессы, браво, а давайте мы вот нашего одного известного политического деятеля, которого вы провели закрытый суд, а давайте мы в Верховном суде проведем, он апелляцию подал, открытый судебный процесс. То есть пользы много, не только в связи с тем, что насилие это плохо, но это в принципе, чтобы все понимали, что насилие это порядки дел для такой диктаторской системы, которую нужно просто валить. Полезно, очень полезно, миллионы людей самообразовываются. Ксения Собчак появилась действительно на этом суде, но это многие обратили внимание, на ваш взгляд это появление не случайно? Ксении Собчак и известный ее тариф. Скажем, корпоратив 50 тысяч евро, это стандарт, это можно посмотреть, не считая ее группы сопровождения журналистов и так далее. Это оценивается ее визит в 70 тысяч евро. Поэтому, если Ксения куда-то приезжает, то она приезжает, как известно, это же, как ее называют, Ксения Общак, которая изображала спарринг-партнера Путина и так далее. Поэтому, понятно, что эта командировка была целенаправленная, за все это было заплачено, идея была тиражировать вот это все, высказать позицию и тому подобное в пользу действующего режима Казахстана. Вот она почему приехала. И это раскручивается в том числе и в России, конечно же. Но вы с ней когда-то пересекались, вы все-таки человек, предприниматель, вас называли миллиардером. Не знаю, насколько это соответствует действительности, тем не менее, это можно найти. У вас были какие-то пересечения, в том числе с представителями российского шоу-бизнеса или около российского шоу-бизнеса? То есть, например, Ксения Собчак. Личность Ксении Собчак нет. Ее издание у меня брало интервью именно Ксении Собчак. А так, конечно, мы сами понимаете, известные люди все заочно друг друга знают и хорошо знают. Вот. В этом, я думаю, не должно быть сомнений. А что касается представителей шоу-бизнеса, политических кругов, конечно, я многих лично знаю, а кто-то, опять же, как Ксению Собчак лично. Поэтому у меня очень аргументированные позиции, в том числе и не только по Ксении Собчак, но и по любым политическим фигурам, которые есть в России. Мы с вами познакомились и начали общаться, когда разворачивались события в Казахстане. Это, как оказалось, стало предвестником большой войны, потому что тогда были задействованы силы ОДКБ, перекинут десант российский и белорусский на территорию Казахстана. Еще тогда никто не знал, что будет дальше. Дальше случилась большая война в Украине. Насколько сегодня Казахстан, Астана, Москва взаимодействуют, дружны? Как вы оцениваете эти отношения? И тогда решался вопрос. Нурсултан Назарбаев, ушедший с поста, но остававшийся в статусе верховного гуру. Что вообще? Насколько тесно связаны сейчас Казахстан и Россия эти системы? Наши идентичные я сейчас на этом источнике, через который мы общаемся, показывают, что я интервью давал 28 января 2022 года. И мне был задан вопрос по Назарбаеву. И тогда я сказал следующее. Хозяином Казахстана сейчас является Путин. Назарбаев уходящая фигура, который будет сливать свои активы Путину. Что сейчас, кстати говоря, и происходит. Это страна вассал. И в первую очередь это связано с тем, что президентом этой страны стал Тукаев, которого лично туда посадил Назарбаев. И сейчас идет теперь уже не просто интеграция в рамках Евразийского союза или политической интеграции, которая была. Сейчас, по сути, идет погрещение. И, собственно, все это я говорил 28 января 2022 года. И я сейчас сам с удивлением, я думал, что это я говорил позже, где-то в марте, выясняется, что, собственно, уже 28 января об этом говорил. Теперь вот на ответ на ваш вопрос. Какую роль играет Казахстан? Казахстан член Евразийского союза, член так называемого военного союза ОДКБ. Собственно, это ОДКБ и вбросило десант от 5 до 10 тысяч, по-моему, военных в Казахстан, которые участвовали в подавлении протестов против этого действующего режима. И получилось так, где-то около двух недель войска ОДКБ были в Казахстане и быстро свалили. Российские, извините, в кавычках оппозиционеры и аналитики в кавычках, они вообще Казахстан не знают, сказали, что это якобы СИ позвонил, напугал, сказал Путину сваливай. СИ, как в дальнейшем событии показали, никакого к этому отношения не имел, а просто Путин двигался, готовил войска атаковать Украину, поэтому он быстро помог и все свои военные силы утащил в сторону Украины. Мы с вами разговаривали 28 января, и буквально через месяц началась эта интервенция. и все эти последние два года, особенно интенсивно, я, начиная с мая 23-го года, очень много выступал на украинских каналах, у Фейгина выступал, на 24-м канале и других. Я с фактами показывал, что Казахстан является помощником номер один Путина. Идут многомиллиардные вливания, покупка сберегательного Банка России в Казахстане, покупка и поставка товаров двойного назначения, разные микрочипы, в результате которыми управляются ракеты, сыпятся на голову украинцев. Собственно, в октябре 22-го года украинская разведка сделала заявление, что Казахстан помогает Путину. И вот какое-то время Украина ходила в заблуждение. В заблуждение говорили, что а вот Тукаев сказал, что ДНР, ЛНР типа мы не признаем. О, какая радость была, бурная, молодец Тукаев, умы. Тукаев это вообще никто, человек мебель, как мы его, вся страна его мебелью называют. Поэтому это была просто инсценировка для того, чтобы изображать, что Казахстан якобы некое независимое государство. Он ничем не отличает Тукаев от Лукашенко. Беларусь это губерния России, Казахстан просто выполняет другую роль. Помогает уходить от санкций. Хотя сама Украина в итоге наших фактов Зеленский подписал указ о наложении санкций на ряд двух предприятий, затем и американцы наложили санкции. Все это Филькина грамота. Как известно, эти санкции не работают, потому что гоняться за миллионами подставной компанией это просто пустая трата времени и сил. Так вот, Казахстан изображает, что типа независимое государство полностью лежит под Путиным, проводит совместные военные учения. За год он официально только с ним девять раз встречал с Путиным, взаимно друг к другу летает в гости. Парад победы в прошлом году 9 мая, когда друг Украины осознала, а это оказывается все-таки не друг Украиной. Сколько было слез по этому пролито. Но, к сожалению, я могу сказать, что лично Зеленский не озвучил позицию, что Казахстан это враг, такой же, как Беларусь и такая же, как Россия, потому что это альянс. Сейчас говорят об оси зла. Мы в декабре 22-го года опубликовали отчет под называется Open Dialogue фонд, я был приглашен как эксперт, где мы обозначили, что формировалось и сейчас активно будет развиваться ось зла. Сейчас, между прочим, эта терминология ось зла отчетливо озвучивается. Это мы впервые озвучили, но ось зла не та, которую сейчас озвучивают американцы. Мы говорили, что ось зла это Россия, это Китай, это Иран и вассалы. Вассалы Путина это все страны центрально-азиатский государств, ну и вассал Китая, это Северная Корея. Вот эта ось зла. Вот эта ось зла. Фактор было опубликовано 6 отчетов. Все эти отчеты имеют и Европейский парламент, и Еврокомиссия, и Украина в лице администрации офиса Зеленского. Но, к сожалению, я это уже открыто не раз говорю, Зеленский занимает очень для меня странную позицию. Токаев расстрелял граждан нашей страны, дал приказ стрелять на поражение. Это, скажем, есть уголовные статьи, по которым он должен преследоваться. И Зеленский по итогам подставных выборов президента 20 ноября 22-го года поздравляет победой Токаева, который ликвидировал всех конкурентов и так далее. Более того, по итогам 23-го года он поздравляет его с Новым Годом, прекрасно зная, что Казахстан является помощником Путина. Извините, я так развернуто говорю, потому что это очень важно. Когда лидер Украины не может идентифицировать врагов страны, то тогда и, скажем, ну, извините, проще скажу, ответки, если нет, то противник будет все время усиливаться. Казахстан задняя дверь России. Через Казахстан идут гигантские потоки грузов из Китая. Зеленые компании, так называемые, они пролетают мимо таможни из Китая сквозь Казахстан. Миллиардные поставки идут, мы все эти факты представляем, и тут Зеленский его поздравляет с Новым годом. Это просто поразительно. И поэтому неудивительно, когда вот такая нечеткая внешняя политика приводит к конфликтам с Польшей, ближайшим союзникам, через которые идет многомиллиардная помощь, и с рядом других стран. Понимаете? Вот я развернуто это объясняю, потому что Казахстан он является вассалом Путина, в частности Токаев. И ни у кого не должно быть иллюзии, фактов настолько много и у украинских журналистов, и у американцев, у всех, но этому не дана должная оценка. А это будет происходить, не будет никакого эффекта от санкций, и вот этот так называемый независимый Казахстан будет изображать, что он независимый, и будет помогать непрерывно Путину и будет страдить Украине. Вы как раз упомянули российскую оппозицию, но вот на ваш взгляд, возможно ли какое-то взаимодействие в этом смысле, поскольку российская оппозиция, она сейчас раздроблена, выдавлена из страны, кто-то находится в тюрьмах, ну, очень сложный, конечно, процесс. Вот поддерживается ли с кем-то из представителей этого крыла отношение? Знаете, был период, но сейчас я сознательно дистанцируюсь, объясню почему. Что такое оппозиция? Оппозиция – это не те люди, или, скажем, организация, которая просто критикует. Ну, критиков много, можно на кухне критиковать. Оппозиция – это объединение людей, которые имеют программу, имеют политическую платформу, которая объявляет борьбу за власть. Я в России не вижу таких. Я вижу, которые критикуют, снимают фильмы о коррупции бесконечной, как вот ФБК Навального. Тот украл, этот украл, у того столько любовниц, столько яхт. Это, знаете, россияне и так знают, что политическая верхушка ворует. В моем понимании это не есть оппозиция. Это просто расследователи, не более того. А я не знаю со стороны России тех, кто бы сказал, что я оппозиция, мы будем бороться за власть, консолидировали бы общество, организовывали бы сопротивление внутри России, готовили бы, извините, пусть это называется как угодно, переворот и так далее. Я таких не знаю. Понимаете? Поэтому в России нет оппозиции. Ни внутри, ни за рубежом. Есть просто критики. А у нас другая позиция. Я имею в виду тех, кто занимается политической деятельностью в Казахстане или против этой политической верхушки. Мы объединяем людей. У нас есть политическая платформа. Мы знаем, какое будущее, как будет выглядеть политическая система страны. Мы знаем, как свалить режим. Мы работаем над этим, организовываем, собираем ресурсы. Да, нам непросто, но то, что произошло в январе 2022 года, это результат нашей многолетней работы. Да, нам сейчас ситуация, то, что идет война в Украине, мешает. Мешает, почему? Потому что многие наши люди опасаются, что если у нас в Казахстане произойдет революция, то Путин часть войск развернет на Казахстан. Вот, чего люди боятся. Но, и мы над этим работаем. Я провожу большую разницу на работу. В ближайшее время выйдет четко аргументированный фильм, который пояснит, что нам не нужно этого бояться. Нам нужно менять режим. Вот, поэтому на ваш вопрос, с какой оппозиции российской я контактирую, я не контактирую с российской оппозицией, потому что ее нет. Там просто есть расследователи и кто угодно, но оппозиции нет в России. Но Михаил Ходорковский, например, тоже человек бизнес, тоже в прошлом долларовый миллиардер, который многое потерял, от многого отказался, а сейчас он как раз занимается в том числе оппозиционной деятельностью. Не пересекались с ним? Смотрите, мы, конечно, заочно все друг друга хорошо знаем. Дело и в бизнесе, я как-то, ну, с ним лично, с его структурами пересекался. Суть здесь в следующем. Тот, кто в России хочет быть реальным оппозиционером, он должен выйти с программой, какая будет будущая Россия? Будущая Россия, что Путин коррупционер, а я буду лучше, это не программа. В России нужно вот это федеративное государство. Как будет выглядеть федерация? Будет ли право, например, выходить из состава федерации? Раз. Каким образом это будет? Как это будет развиваться язык? Вообще, как вообще страна будет функционировать? Как будет национальный меньшинство функционировать? Пока вот такой четкой программы не будет, ясной, и политической, и экономической, а затем под него не будут собираться сторонники, все остальное, все, что вы озвучиваете, как Ходорковский, это не оппозиция, это критики режима. Да, я знаю, он финансирует разные платформы, которые выстраивают, рассказывают правду о режиме, но это не борьба, вот как оппозиция, это просто критика, она полезная, она правильная, в этом смысле, конечно, я позитивно отношусь, но еще раз повторю, это не оппозиция. Что касается вопросов безопасности, известно, что путинские структуры уже охотятся на оппозиционеров, представителей, критиков, режима, в том числе, за рубежом, и это уже не секрет, что происходит в Казахстане, и как вы, например, обеспечивают свою безопасность, я не спрашиваю о технологиях, понятно, что это закрытая информация, но тем не менее, насколько безопасно быть сегодня оппозиционером в Казахстане? Внутри Казахстана оппозиционером именно открыто озвучивать, как Навальный 15 лет ему Путин позволял делать, это невозможно, я извините, понимаю, шквал критики вызван, но я свою позицию всегда открыто озвучиваю, оппозиция Навального это была назначенная позиция, и они в том смысле, что Путин назначил, он ему позволял это дело 15 лет, а когда это ему не стало не нужно, он просто его ликвидировал, вот это реальность, в Казахстане мы живем в такой реальности изначально, мы объявили о создании демократического выбора Казахстана 18 ноября 2001 года, и буквально через несколько месяцев я попал в тюрьму, и меня судили на 6 лет, ну там экономически нарисовали какие-то обвинения, как всегда делает режим, да, вот, и пытались убить, и травили, и так далее, и внутри страны, если кто-то решил открыто заняться политической деятельностью, у нас быстро сажают в тюрьму как минимум, кому-то повезет, может уехать, но таких мало, обычно тюрьма проходит, а в целом убивают, убивают в том числе и за рубежом, я многократные попытки нападения пережил, и машину таранили, и похитить пытались, и убить пытались, и жену 6-летней дочерью выкрали, эта история была, это в Италии, да, была? В Италии выкрали, затем давление Евросоюза было, Италия объявила, что нужно арестовывать послов, которые в этом участвовали, казахские послы, осуждены, в итоге, полицейские, Италии, судья, который это решение принимал, здесь во Франции арестовано 11 бывших военнослужащих, которые тоже получили заказ на меня, это только маленькая цепочка, то есть я живу именно в ситуации в режиме постоянного нападения, возбужден ряд уголовных дел, по моему заявлению, выявлено минимум 30 человек, которые следили, большая группа людей из Англии, из 8 директоров, которые катались со мной, ездили на самокатах, 7 из них директора специальной компании, которая осуществляет вот именно, скажем, слежку, вот нанимают они компании везде, и в Англии, и во Франции, и в других странах, то есть вот я в таком режиме живу, почему, потому что я являюсь противником номер один режима давно, потому что я был и министром, и обладал большим капиталом, сейчас у меня, понятно, все конфисковано, захвачено, ну и вот, скажем, это формат тех людей, которые реально являются противником режима, внутри страны сразу закрывают, за пределами страны убивают, и у нас никому не позволяли даже полгода быть в открытой оппозиции, а те, кто изображал, что в оппозиции, они в итоге эти партии поглощались властью, и изображали, что они в парламенте являются оппозицией, в диктаторских странах, внутри страны оппозиции не бывает. Вот по поводу похищения вашей жены и дочери, с вами выходили на связь, что-то требовали, как вообще вот это все происходило, и что стало причиной того, что их освободили, и как вы себя в тот момент вели и чувствовали, ну, чувствовали, наверное, плохо, я понимаю, что это очень тяжелая история, но вот если чуть подробнее. Я вот здесь такое приведу, опять же, многим, может быть, не понравится, я лично Басаева не знал, по-моему, подполковник был, Басаев, который в итоге организовывал сопротивление внутри России, но я слушал его выступление, это был очень умный человек, советский офицер, если так, он там же, в Советском Союзе, обучался. Шамиль Басаев, но все-таки там этот человек, который был объявлен террористом, Буденовский, подожди, извините, Дудаев, наверное, Дудаев, извините, я, может быть, фамилия ошибусь, мне казалось, это он, да? Дудаев, советский офицер, генералом был, стратегической авиации, в истории. Генерал, я имею в виду, дальше был полковник, артиллерист, который ногу потом без ноги прятался, бегал, извините, фамилия, может быть, сейчас ошибся, сказал. Так вот, он очень умный был и взвешенный, вел грамотный переговор и так далее, но когда вот этот, знаете, Чечню разбомбили, уничтожили и так далее, я видел, как из человека, который взвешенный, нормальный, из него превратили такого яростного бойца, который был готов погибнуть и убивал других, но, как он считал, тех людей, которые напали на Чечню. Целые деревни же уничтожали под ноль. Я могу так сказать, я тогда осознал, когда похитили мою семью, что я готов на крайние меры, аналогичные. Когда твою шестилетнюю дочь крадут вместе с женой, человек уже становится на такие крайние позиции, и я был готов так же действовать. Я считаю, что еще им повезло. Повезло, что в итоге было давление Европы, они были вынуждены освободить мою семью. Если бы они не освободили, то я бы такие же меры предпринимал бы, агрессивные, боевые. Да, я сейчас могу по истечении времени сказать, я готовил операцию по вывозу своей семьи. Специальные были летательные аппараты туда переведены, которые позволяли несколько человек перебрасывать. То есть, это были такие военные операции, которые разработаны. вот я тогда был настроен очень, скажу честно, агрессивно на уничтожение этого режима физически. Понимаете, так можно человека загонять в угол. Вот они это сделали. Вот когда вернулись в семью, я вернулся опять в нормальное состояние, то есть, именно поиск соратников, организация, митинги, и используя те способы, которые цивилизованные есть, получить двадцатикратный перевес перед силовиками, перетянуть на свою сторону силовиков, найти аргументы. Вот та модель, по которой я сейчас работаю. А когда у человека нажимают на такую точку, я вот на примере как раз Чечни увидел, как можно из грамотного, образованного человека, который мыслит категориями Запада, превратить, скажем так, яростного, ничем не ограничивающего человека. Вот был такой период у меня. Вот тут как раз наши зрители подсказывают, да, речь идет о Басаеве, потому что он потерял ногу, а потом она была ампутирована. А вы сказали, что вы его не сдали, а как это было? Я его лично не знал. А, не знал. Не знал. Я просто слушал выступления, видел, как он вел переговоры с Ельциным, и он мне был глубоко симпатичный, это был очень умный человек, из этого человека просто сделали террористом. Сделали террориста. Понимаете? Вот так вот из грамотных, сильных, профессиональных людей можно делать террористов, когда уничтожает твой народ, когда наносит просто ужасающие удары по стране, бомбами и так далее. Там уже человек уже совершенно по-другому мыслит, чтобы вы понимали. Но терроризм все-таки оправдать ничем нельзя, потому что это убийство мирных и неповинных граждан, как правило. Мы просто продолжим дискуссию. Много приходит вопросов и спрашивают у вас про фильм 90-е Марии Певчих, потому что 90-е вообще, это не только про Россию, это вообще про постсоветское пространство. Смотрели ли вы и вообще считаете ли вы, что эти режимы недемократические на постсоветском пространстве вышли, вылезли, сформировались как раз как наследие 90-х годов? Ну, я фильм в полной мере Певчих не смотрел, я смотрел отдельные фрагменты, я не могу судить по, скажем, по качеству, но, опять же, я же Певчих заочно смотрю иногда, слушаю ее интервью, и, конечно, у меня вызывает только иронию, когда она рассуждает о каких-то известных бизнесменах, что вот она-то смогла быть против, а почему, например, Фридман не смог, он же мог же, это очень наивное, скажем, наивное ее утверждение, я вижу, что она и политически, и в жизненном плане не подготовлена, извините, я буду говорить откровенно, она мне вызывает только иронию и смех, а если говорить о 90-х годах, то я могу сказать следующее, вот эти все диктатуры, сталинские или при Ленине и так далее, они формируются не случайно, это власть, это отражение структуры общества, в тот момент, когда царское самодержавие пало, общество было структурено так, им нужен был лидер, некий наместник Бога на земле, император, царь и так далее, собственно, Сталин и Ленин, они эту модель воспроизвели, у них просто Богом стал Ленин, а церковь это был красный уголок, Ленинский, так называемый, которым, скажем, я лично помню хорошо, мы комсомол, там и все прочее, везде эти ленинские комнаты были, поэтому это отражение чаянии общества, и в 90-х годах, когда из руин, так называемого Советского Союза появился Ельцин, он отражал состояние общества, мы сейчас же видим, что основная часть общества в России поддерживает Путина, Крым наш, Украина наша, мы русские, там и тому подобное, основная часть, я не говорю, что все, мы видим, это отражение, поэтому здесь, когда говорится о тех люди, которые возглавляли Россию на тот момент, это, да, правда, это люди, которые отражали состояние общества, они вели общество туда, куда общество хотело, вот на короткий период, скажем, Россия, не только Россия, глотнула свободу воздуха, выборы губернаторов объявил, но Ельцин еще по своей природе еще был, скажем, известный, алкоголик редкий, он не управлял страной, и вот, собственно, это отразилось, что он дал, как бы, большую свободу, не граждане в России получили свободу, он дал, с плеча называется, царского бросил, понимаете, поэтому, когда Певчих рассказывает о структуре, критикует и так далее, я думаю, что, судя по всему, она не понимает, брод, откуда все это берется, все наше, кроме Балтийских государств, все наше постсоветское пространство так устроено, что им нужен вождь, вождь, наместник Бога, а что он придет, что он сделает, это нет гражданского общества, когда общество говорит, мы хотим так, этого добивается, и вот мы находимся, к сожалению, вот почти все постсоветское пространство в такой стадии своего развития, мы отсталые, мы отсталые, и поэтому у нас появляются Путины всякие, похожие на Путина человека, или, вон как в Азербайджане, там, клан Алиевых уже 40 лет у власти и так далее, вот моя оценка, здесь нужно глубже смотреть на ситуацию в нашей стране, в наших странах, точнее говоря, мы, по сути, наша политическая система является отражением чаяния общества, и для того, чтобы это изменилось, нужно систему менять, и постепенно, постепенно нужно менять мышление людей, это очень такой непростой, болезненный путь будет, к сожалению. вторжение. Часть россиян после начала войны в Украине, большой войны, широкомасштабного вторжения, переехали, в том числе, в Казахстан. Как относятся к этой категории, и могут ли они там себя чувствовать в безопасности, те люди, которые не соглашаются с войной, мобилизацией, не хотят воевать, убивать, становиться убийцами, да и сами погибать? Знаете, в начале, когда объявили о мобилизации, есть статистика, порядка под миллион, по-моему, из России бежали в Казахстан, но потом была промежутка статистика, что осталось порядка 90 тысяч. На данный момент я статистики не знаю. Я думаю, эти люди просто использовали, возможно, они жили просто в приграничных областях, и просто через Казахстан уехали дальше, в Турцию и так далее. А, ну, какая-то часть, просто еще, если остались, они просто до сих пор, наверное, не разобрались, как они говорили, мы далеки от политики. А суть в том, что Казахстан в связи с тем, что является вассалом России, там существуют различные соглашения. Есть Минские, так называемые, известные соглашения 1993 года, когда взаимно они друг другу в правом порядке помогают, выдают преступников, непреступников, неважно, МВД России запрос сделала, значит, Казахстан обязан выдать и в обратную сторону эту работу. Поэтому, если они считают, что Казахстан это убежище, это, извините, очень наивные люди, очень недалекие и наивные люди. Казахстан это то же самое, что считать, когда переехали в соседнюю область и все, разницы нет, никакой, абсолютно. там они убежище не найдут в Казахстане. Что будет дальше, на ваш взгляд? Вот если посмотреть вообще на пространство, Россия, Казахстан, на будущее, какое у вас предположение, вот если попробовать помоделировать ситуацию, куда все идет, к чему все идет? Знаете как, я часто вот в целом стратегически не ошибаюсь, но по времени, к сожалению, не ошибаюсь. Вот я, когда вот эти военные события произошли, когда Россия напала на Украину, буквально сразу я озвучил что это развал будет России. В итоге Россия проиграет. Почему? Потому что вопрос здесь не в Украине, а вопрос в том, что Россия хочет навязать миру другой миропорядок, который был, в принципе, согласован в 1945 году по Замской конференции все последующие, когда вот границы существующие, что называется, фиксируется и никто никому никуда не забегает. Вот Путин это нарушил, потому что, собственно, разделение на 15 республик и выход из состава России, или России сама тоже вышла из Советского Союза, и были подписаны соответствующие соглашения, и все эти границы были зафиксированы. И вот Россия в лице Путина их решила нарушить. Поэтому это, по сути дела, не так, чтобы один какой-то озорной сосед набежал на Украину, вспомнил, что там Киев это их столица. Нет, суть в другом. Суть в том, что если такой миропорядок западные страны не наказывают и поддерживают, это приведет к глобальной войне. Это Китай, Тайвань, это и еще другие какие-то страны. Конфликтов такого рода будет множество, и тогда это будет земной шар, это будет пожар. Исходя из этого, я считал, что страны западного мира цивилизованы, доля которых в мировой экономике порядка 60% волового внутреннего продукта, а у России не более полтора, они как большой условно этого шакала должны давить. И Россия сейчас должна пройти второй этап. Второй этап, когда империя должна распасться. Была же империя английская, известная, самая большая в мире, она же распалась и миру от этого хуже не стало. И поэтому я считал, что Российская империя в результате этой войны должна распасться. Эту позицию я не изменил. И сейчас вопрос только в сроках, потому что, к сожалению, это упирается в позицию Америки, в позиции Европы, в субъективные факторы, есть ли те личности, которые эту линию проводят или нет. Но я позитивно воспринимаю то, что случилось последние, скажем, полгода с Украиной. Позитивно в каком смысле? Здесь украинцы, наверное, возмутятся. То, что они полгода не получали помощь. И им стало плохо. Если Украине стало бы еще хуже, мы получили бы ситуацию лучше глобально. Потому что тогда вот те угрозы, которые очевидны, а очевидны они следующие. Если Россия побеждает, это считайте, что действительно это не просто Третья мировая война, это будет пожар. И вот это все должно было обнажить как можно быстрее. И Запад начал быстрее помогать Украине. Не просто на уровне текущей помощи. Она ничего не даст. Это позволит Украине просто держаться на текущих рубежах. Эта война может длиться еще там несколько лет. Нет. я считаю, что вот сейчас переломный момент. Я надеюсь, что наступит ситуация, уже все будет быстрее развиваться. Но во всяком случае сигналы, что Атакамсы идут, еще какая-то Европа начинает больше финансировать войну, это говорит, что тренд задан. Какой тренд? Это значит более массированная поддержка Украины. Это значит те страны, которые входят в альянс с Россией, они должны подвергнуться реальным санкциям, не тем, которые сейчас на бумаге и не работают, реальным. То есть нужно подтянуть, что называется, все и сделать все инструменты давления и атаки на Россию более эффективными. А они будут. Стратегически это видно, что будет. Но для того, чтобы Запад быстрее, западная верхушка прозрела, нужно, чтобы Украине стало хуже. Вот этот процесс произошел, и я надеюсь, сейчас станет Украине лучше. Будет больше финансирования, более масштабное, будет более давление. И затем наступит следующий этап. Поражение. Я знаю, что существует линия, когда говорят, что Россия невозможно победить. Да, ее можно выгнать, отобрать территории, Крым вернуть Украине, но это не будет победой. Они, вот эта политическая верхушка во главе с Путиным, залягут, снова вооружаться, как было с Адамом Хусейном, который зашел в Квейт, его выгнали, а он продолжал дальше сотрясать оружие, им вооружаться. Здесь ситуация опаснее. Я наблюдаю за военными не только инженерного характера действиями и вижу, что Россия сейчас качественно перевооружается. Более современные технологии. вы видите, они же полигон устроили в Украине, дроны и так далее ранее не были инструментами такого тотального применения. Сейчас применяются новые методы. И я вижу, что Россия сейчас осваивает новые методы ведения борьбы и войны. И поэтому, чем раньше этого монстра, ну, скажем, мир решит придавить и развалить эту Российскую империю, тем меньше будет угроз вообще цивилизации. Я думаю, что это уже созрело и созревает в мозгах вот этой политической верхушки и, в конце концов, нации. Это произойдет. Вот. Я это не то, что надеюсь, я уверен, что это произойдет. Вопрос только в сроках. К сожалению, вот разность субъективная, не очень сильно дееспособный Байден, неопределенный Трамп, но Америка так устроена, она раньше всех попадает в кризис, а раньше всех из них выходит. Вот так устроена Америка. Очень динамичная и быстро страна. Поэтому я уверен, что американцы прозреют быстрее, затем в Украине начнутся улучшения. В конце концов, эта империя закончится, российская. И та оппозиция российская, которая есть, что вместо Путина они придут и сделают более свободную страну, это ерунда, это не будет. Свободная Россия только так станет тогда, когда действительно эти республики могут выйти свободно, когда они будут свободно развиваться, во власть придут те люди, должны прийти те люди, которые видят, что это Россия не должно быть тюрьмой. А нынешние так называемые оппозиции, они грезят, хотят просто вместо плохого Путина поставить хорошего а-ля Путина. Этого не будет. Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. Мухтар Аблязов, предприниматель, политик, был с нами на прямой связи. Всего вам доброго и до следующего раза. До свидания. Спасибо. До свидания. Мы продолжаем наш стрим.